Мы рассматриваем уже что-то такое, совмещенное с программированием, чтобы подготовиться к следующим занятиям. И в это воскресенье у нас будет первое занятие по наладке, то есть мы его проведем. Продолжаем. Мы рассмотрели на прошлых двух занятиях, записи которых уже есть в системе, две темы. Это системы FANUC, их распространение в мире, типы программирования. Определенное сравнение мы сделали с другими стойками с точки зрения управления, то есть я вам рассказал функциональность всех клавиш. Сегодня мы поговорим о другой системе, это синтек, и на прошлом занятии это был хаас сравнение. Сегодня мы рассмотрим синтек и еще с точки зрения макросов, что мы два занятия говорили о программировании стандартным иконам. Сегодня мы немного углубимся в макопрограммирование, макросы. А в принципе у нас был пример. И мы рассмотрим еще другие разновидности макро как раз на основе этой системы и на основе ACUM. Итак, при необходимости, кому нужна информация дополнительная, кто желает почитать после занятия, я вам могу скинуть данные. Там такой каталог небольшой по системе синтек. Давайте посмотрим конкретно на вот эту часть, на этот слайд. Вы видите программное обеспечение, которое позволяет управлять станком. Станок промышленного типа, это станок портальный. И графический пользовательский интерфейс выглядит именно так. В данном случае видно, что клавиши программного типа, которые выбирают нужный режим, либо задают какую-то функцию, свойства, они являются стандартными. То есть никаких таких особенностей, опять же, по сравнению прошедших систем ЧПУ у них нет. Начнем сверху вниз. Например, главная рабочая координатная система, gps4. Либо имя файла. Это номер кадра. L – это строка, номер строки. Machine – координатная система. Время. В режиме программирования. Machine – координаты. Абсолютные координаты, относительные координаты. Машинные координаты. Точнее, абсолютные, машинные, относительные. DTG координаты. Distance to go. То есть координаты, которые показывают нам, сколько осталось для перемещения в миллиметрах, для того, чтобы дойти до текущей координаты в рамках этого кадра, который выполняется. Либо вот здесь feed rate, spin, feed rate, override. Либо feed rate, точнее, не override, а feed rate, стандартная подача, программная, 0. И spin, скорость свечения в спинле. Измерение миллиметра в минуту и RPM. RPM – это обороты минут. Rate per minute. Главный режим у станка. Home – это REF. То есть возврат в исходное положение. Который может называться и REF, и RTN, и ZRN, и ZRT, и Home. То есть идентичный. MDI. Manual Data Input. Ручной его данных. Auto. Автоматический режим. Который называется... Может называться MEM. Memory. Работа с памятью. MPG. Это режим ручного управления. Он же может называться HND. Либо Handle. Jog. Толчковое перемещение. Reset. Сброс. Single Block. По кадровому выполнению программ. Block Skip. Block Skip. Пропуск кадра. Override. То есть изменение скорости вращения шпинделя. Скориного перемещения. Jog перемещения. И линейная интерполяция. То есть это Jog Override. Spindle Override. Repeat Override. И Federate Override. Для любых режимов мы используем навигацию. Например, для обнуления Home. И перемещаемся Z+. Для ручного управления Jog. Перемещаемся, например, Z-. И ускоренный режим это Repeat. То есть нажимаем его. Так же, как и в Fanuc. За исключением некоторых клавиш, которые конкретно уже заточены под работу на этом типе оборудования. Портальный станок, то есть свои использования пинов специальных, определение нуля листового материала, ориентация, включить-выключить вакуум, то есть нагнетание вакуума для того, чтобы удержать плату, опустить, поднять щетку, либо, предположим, включить шпиндель против часовой стрелки, по часовой стрелке, выключить, либо опустить шпиндель вниз. Двухшпиндельный станок и выбор нужного устройства. Если не рассматривать тонкости, то основной момент управления, то есть работать в режиме Monitor, либо в режиме выбора данных, ничем не отличается от предыдущих рассматриваемых систем. То же самое, только без ошибки. Опять же, ошибка эта называется MLC, Access is not home, то есть оси не обнулены. Мы будем рассматривать это. Экраны, режимы позиций, абсолютные координаты, относительные координаты, distance to go, то есть абсолютные координаты показывают нам значение относительно нуля рабочей координатной системы. GPC-4. Но поддерживаются не только GPC-4, а и другие системы. Слева сверху указана актуальная правная позиция, это GPC-4. Относительные координаты. Set workpiece coordinate, задание рабочих координатных систем. Есть к GPC-4, до GPC-9. Есть функция G92, либо GPC-2, называется LCS, локальная координатная система. То есть локальная координатная система, это такая виртуальная возможность задать offset от текущей координатной системы. И вот такая функция external shift, дополнительный расширенный offset, расширенное смещение. Идентично к FANUC, которая называется EXT, либо SHIFT amount, здесь называется external shift. То есть те, кто обслуживает станки и работает со станками, даже оператором ЧПУ, могут разобраться буквально, я думаю, за час со всем управлением. По производителям. Мы рассматривали FANUC, это японский производитель. HASS это Америка, а SYNTEC это Тайвань. В принципе, нельзя сказать три континента, континент это два, но Тайвань, Япония, они много разные вещи. Поэтому вы можете видеть, что управление абсолютно разных типов оборудования, включая работу в разных отраслях разного типа, оно все равно базируется на каких-то стандартных фундаментальных функциях, базовых функциях. То есть это выбор главного режима, который просто может по-другому называться. То есть где-то это HOME, где-то это ZERO TURN, но это все равно обозначает одно и то же, то есть возврат в положение исходное, то есть возврат в машинную карантную систему в ноль. По программной части, редактирование программы, здесь нет отдельного режима, а EDIT и AUTO, здесь режим AUTO, в котором можно редактировать. Program EDIT, вот он. INSERT CYCLE, дополнительные функции, которые позволяют писать, либо использовать для подсказки вот такие данные, такие вкладки. То есть они позволяют и использовать как help, то есть как помощь, например, G00, G01. Также в режиме редактирования позволяет вставить их, вставить их в код. Здесь есть функция и построение стандартных перемещений, G00, G01, G02, G03, а также других кодов и вспомогательных кодов. TEACH режим обучения. Можем проводить симуляцию, это функция MPG SIMUL. Функция симуляции, то есть она прочитает все кадры поочередно и построит необходимую обработку. Здесь можно увидеть также максимальные и минимальные координаты. Например, максимальные координаты 1165.3, десятые миллиметра, и минимум это 0. И то же самое по wire, и то же самое по Z. Мы видим максимум Z и минимум Z. Соответственно, видим S-point, видим максимальную глубину, либо толщину материала. Все здесь можно просмотреть. Все это настраивается, используется цвет, курсор, по каким осям тимулировать, нужно ли показывать отдельный код G00. Функция Customization. Функция Customization. Это возможность автоматически вызывать команды, либо отдельные макро под программы, которые будут измерять инструмент по высоте, либо на диаметр. То есть, с помощью использования приборов контрольного измерения, мы можем создавать автоматические программы для измерения их, либо использовать уже готовые. Мезеринг – это измерение. Run. Функция Run – это запуск программы. То есть, когда мы переходим в запуск, у нас есть возможность. Первое – Select File. Выбор файла для воспроизведения, для запуска. Так же, как мы и делаем Fanuc. Только в Fanuc мы переходим в режим Edit и нажимаем Dir функцию, F3 клавишу. Рассматривали это. Здесь это F1 – Select File. Выбор файла. Файл открывается. Выбор программы. Вы выбираете нужную программу. После чего эта программа становится активной. Вы видите симуляцию и видите некоторые статусы. По статусам, что тут есть. Run Status. Run Time. Время, необходимое для произведения этого файла. Часы, минуты, секунды. Total Count. Текущий счетчик полный. Сколько мы уже выполнили деталей. Его можно сбрасывать. Part Count. 2. В текущем сеансе при включении станка. Feed Rate. Подача. Spindle. Скорость вращения шпинделя. DTH. Адреса. T-адрес – это номер инструмента, который сейчас активный. То есть, стоит в шпинделе. D – это номер корректора. Недавно это рассматривали. Ну, для тех, кто записался. Немножко раньше начал обучение. Именно в середине предмета. Вот. Сегодня я напомню вам, кто присоединился. Мы завершаем полностью данный предмет. И переходим к следующему. В принципе, уже для всех будет практически с нуля обучение. D – это корректор на диаметр инструмента. То есть, используется при написании кода G41, G42. G41, G42. И мы производим, мы запускаем, либо указываем на коррекцию на диаметр инструмента. H – указывается коррекция на высоту инструмента. То есть, это тот номер корректора, который будет использоваться как содержимый, ту информацию, которая будет использоваться системой. То есть, поднять инструмент, либо опустить. Сдвинуть влево, либо сдвинуть вправо. StartBlockNum – это number, StartBlockNum и специальная форма, окно, в котором мы вводим значение. Мы пишем его здесь, нажимаем на клавишу Enter, и она вводится в эту форму. Вводится в эту форму стартовый блок, то есть, с какого номера, либо блока, необходимо начать программу. Мы можем начать программу с определенного номера блока, например, с номера 80. В некотором случае, ну, либо другого, например, 80. В некоторых системах этого же типа, этой же группы, мы можем видеть StartLineNumber, либо просто NumberLine, то есть, номер линии. Тогда мы пишем номер линии. Немножко сложнее, потому что нужно посчитать линию. Не всегда у нас номер кадра будет отвечать, либо совпадать с номером линии. Даже если мы умножим на 10, то есть, не всегда так получится. Поэтому может быть такое, что мы должны посмотреть с помощью других программ, какая именно линия используется. Либо второй вариант – нажать на нее и посмотреть здесь. То есть, выделить, посмотреть верхнюю часть экрана. То есть, L – это линия, либо номер линии, а N – это номер кадра, он же блок. Оверрайт режимы точно так же в графической зоне, в зоне GUI, графического пользовательского интерфейса, в системе FANUC. Внизу экрана показывает нам три данные. Это spindle, это скорость вращения шпинделя, но не конкретно заданная, да, а процент от текущей скорости. То есть, от заданной программной. Если я сейчас запущу эту программу и в кадре N130 прочитается такой код M33S2000, это значит, что вращение шпинделя будет составлять 2000 оборотов в минуту. 2000 оборотов в минуту. И тогда реальное, актуальное значение шпинделя будет идентичным. То есть, 2000, как и написано. Почему? Потому что overrides для spindle стоит в 100%. И здесь мы это видим. И тут, и тут. Чтобы вам было более понятно, о чем идет речь. Вот эта зона – это как бы экран графический. Если бы это был FANUC, например, либо Haas. А это все – это реальная панель управления с клавишами, функциями, которая переключает это механически, либо нажатием на клавишу, сенсор, герконовую клавишу. А мы рассматриваем систему, которая имеет программное обеспечение, предположим, под систему Windows, операционную систему Windows, которая показывает с помощью графического воспроизведения информацию, как панель управления, ее свойства, так и часть графического экрана. Существуют определенные аналоги программ, но управляют они не промышленными станками, а хоббинами, ну, либо на базе управления шаговыми двигателями. Такие программы, например, как Match 3. Думаю, что все слышали. Программа, которая управляет под операционной системой Windows станками менее прецизионными, то есть менее точными. Это может быть домашние станки, хоббины. Либо станки, которые управляются под операционной системой не Windows, а Linux, там Arch Linux, Linux, что еще, Debian, Ubuntu, это система Linux NC. В принципе, я тоже с такой работаю, работаю на одном предприятии больше двух лет, тоже имею опыт работы. Есть еще функция NC Studio, такая программка, есть Turbo NC, под DOS даже. То есть есть несколько программ, 4-5 основных, еще около десятка таких менее известных, но тоже используются. Все остальное это промышленные стойки, в которых есть свой графический интерфейс, но который показывает нам только экран. Все остальное это реальные клавиши, либо другая программа. При выборе нужной программы через Select File мы ее загружаем, нажимаем Start Cycle и выполняем. Start Cycle это отдельная клавиша, которая находится реально физически уже в стойке. И эта программа выполняется. Если рассмотреть именно код, то можно видеть следующие данные. Предположим, M101, M115. Это такие специфические вспомогательные коды, которые присущи именно системе кодов, портальных станков. Тут указана активация вакуума, то есть нагнетание вакуума, для того, чтобы присоединить, приклеить плату, либо плиту, обрабатывающую к столу вакуумному. Коды G90, G49. Это возврат, это тип абсолютное программирование. G49 это отмена компенсации на высоту. То есть это третья группа и это группа номер 8. Мы говорили на прошлом взятии о группах, которые делят в подготовительные коды системы FANUC, системы HASS. Система SYNTEC не делит на группу подготовительные коды. Но при этом в языке макропрограммирования специальные системные переменные, которые называются переменные 42.0 и номер кода, номер группы, в языке макропрограммирования этой системы ЧПУ не используется. То есть есть более-менее похожие, стандартные языки макро, они основаны на языке BASIC, такие как FANUC, HASS, Akira Seiki, Mori Seiki, Seikos, Hitachi Seiki, GSK, китайские станки, еще десяток других, Яснак, плюс-минус.